Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 30-й выпуск 5-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Dark. В предыдущем выпуске замаячил рыбацкий остров на берегу по квесту «Мокрое дело» часть 2. Забрал папку на первом этаже «Восточки» по квесту «Груз Икс» часть 2. Обнаружил машину какого-то Артёма по «Мокрому делу» части 3. В подвале западного крыла обнаружил «Груз Икс» части 3. Забрал флешку в административном корпусе по «Мокрому делу» части 4. Вынес хард-диск из 328-го номера «Восточки» по «Мокрому делу» части 5. И закрыл каратель часть 4, добив 10-го ЧВК для прапора. Выпуск поддержали финансово Стефан, Сергей Иванов, Рустам, Валерич, Боник, Хеннесси, Снайпер, Волти, Добродушный, Антон и Илья. Огромное спасибо, добрый люд, за поддержку, доброе слово и закрытие комиссии. Будьте здоровы! От нас, Серега Ивановым, огромный привет Максус Израиль, городу Натания. Привет, Ямалу. Волти в Таркове, вообще озвучка бомбезная, даже не знаю, вывезу ли. Ну, попробовать хотелось бы, конечно. Илья Репова у скупщика 1,57 всего. Ну, не ахте, ну, жить можно. Спасибо вам ещё раз за щедрость. Всем приятного просмотра. Так, значит, после проведённого стрима я поставил себе воздушный фильтратор. Есть даже фильтр на 15 часов ещё работы. Топливо у нас имеется? Топливо имеется, отлично. И ящик диких. Первые трофеи за бутылку самогона. Они пронесли мне военная плата, только из редких, да? Остальное, ну ладно, пойдёт. Какие на сегодня планы? Я хочу упороться сегодня и попробовать закрыть Тарковский стрелок, часть 4. Мне нужно до третьего уровня докачать навык владения. У меня два уровня есть из трёх. И сейчас я покажу, сколько уже вкачано третьего уровня, да? Сколько осталось докачать. Тут 22,05 из 30. Я думаю, что это за пару рейдов вполне выполнимо. За пару удачных рейдов. Также у меня есть квест-каратель, часть 5. Я буду, одевшись в бронежилет пака и шлем 6B47 ходить. Поэтому любой ЧВК на любой дистанции, который будет убит мной, пойдёт в квест-каратель, часть 5. Значит, иду налегке, беру с собой горностай. Есть у меня прицел вот такой вот трофейный. И ты, оптика тебе, и калиматор сверху будет, если что, по-диким стрелять. Пистолет, как дополнительное оружие, так, чисто план Б. Так, погодка, говорит. Не особо лётная. Появился на коттеджах. Ну, тогда отсюда и будем выплясывать, что ли. Получается так. В общем, как тогда поступим? Я, наверное... Блин, у меня выходы, наверное, вообще в другой стороне, да? Ёлки-палки, вообще за Б-14. Ну, выход на мосту, конечно, есть. Ладно, давай тогда попробуем на границу старой и новой территории. Вот. Оттуда мы поляну посмотрим. Если на поляне не будет, мы можем в коттедже глянуть. Туда-сюда курировать будем. Получается. Вот, огнечок пузырим. О, попить, конечно, это нормально. Можно, кстати, наверх подняться снайпера этого, да? Строильно. Давай так попробуем, сделаем. Сначала снайпер туда. Бабахнем. На скале. Оттуда и обзорчик откроется неплохой. О, здоровье до 11-го улучшилось. О, неплохо. О, пачки штурман есть. Ну, с лучшей всякий. Слушай, это не соскалыли? Еще и водки поливают. Поднимайся, братюня. Поднимайся, поднимайся. Не ломайся. Шансов, конечно, выжить у меня чуть до нифига. Потому что у меня пока шлем. Ой, этот. Броник. Ага. И чего-то это же есть. Попозырим, что там. Все нормально, а вон он. Есть кабанчик. Смайперов куча, везде стреляют. Так, я ничего не вижу здесь. Он где-то под грядой, да? Или, может, не посрать? Смайперов куча. Смайперов куча. Так. Ой, какой хороший обзор тут. Японский бокс, смотри. Все как на ладони. Ну, и я, правда, как на ладони. А вон он. Нет? Нет, все нормально, это камень. Блин, или штурман оглянуть, пойти сверху. Вот так, как я снайпера убил. Опа. Где-то его увидел, Броник. Где-то его увидел. Ну-ка, покажись. Хантер лупит. Светлоозерские, походу, лупят. С Хантером, с СВД. Стопудово светлоозерские. Светлоозерские. Блин, есть вот и ЧВК где-то, и Дикий где-то, а где я не вижу. А вот. О, видит меня, по-моему. Да я успел выстрелить. Интересно, шансы есть, что мы разменялись с ним? Барни, голова теменная часть. А-а-а, не убил, блин, я его. Почему? Так, а подожди, а что по этим самым попаданиям? Одно, блин, мое не засчиталось. Досадно. Так, значит, берем М700, есть у меня глушенная М700 с оптикой хорошей на патроне М80. И МП9 возьму как дополнительное оружие на случай ближнего столкновения. Какого-нибудь все равно она лежит, я ее вряд ли буду использовать в ближайшее время. И пойдем еще раз туда же в лес. Первый блин комом. Так. Так, 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 так. Так, 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 так. Предлагаю тогда пойти под грядой пробежаться. Сейчас посмотрим снайпера на скале его. Стрельным. Если вариант будет по конечностям, постреляем, да? Там под грядой. И в районе ЗБ-16. Посмотрим так же на переходе. Между старой и новой территорией. В прошлый раз тут так и не дошел. Отвлекся на снайпера на скале. Пока высматривал меня, высмотрели. Там, скорее всего, меня просто было слышно на камнях, когда я топал, бегал, прыгал, спрыгивал. Он там ботинками шлепает, как ластами же по камням. Поэтому меня уже ждали там, оказывается, в прицеле. Ну, ничего, все нормально. Ничего страшного. Тут попутно еще тайничок. Глянем. Где-то он тут должен быть в аккурат. Следыксом. Наверное, не буду пока заморачиваться. Целый стрим его искал. Конечно, в других местах. Ух ты, можно было бы поискать его. Ну, я имею ввиду, на других локациях находят люди уже. Но мне было интересно именно в лесу найти. Так и не нашел. Блин, вот можно было бы сейчас развернуться и пойти глянуть, что за там такой тип, да? Есть там, короче, снайпер. Давай по конечностям. Понял. Заряжаем. Попал, не попал. Попал. Не попал. Так, ну давай тогда накидаем пока патронов. Он в любом случае вернется. Мы тогда на нем немножко подфармим сейчас. С болтовки постреляем. Все, там уже походу не жалеть. На минок споркнулся кто-то. В общем, смотри, что у меня по навыку. Снайперские винтовки. 20. Прости, брат. Я не крысил. Свидетели есть. Так уж вышло. Так уж вышло. Чувак прибежал. Ты один, интересно? Непонятно. Ну вот. Один чавок в паке есть. А все, там походу уже. Пацанчики на скале кто-то стреляет. Дикого прихлопнули, которого я хотел убить. Вон там неудобно так сидеть будет на скале. Вон, снайпер, смотри. Ну, прости, братюня. Как-то так вышло. М-80-е. Сюда их. Ну, вот хоть на выход иди. Так, что там пришел кто? Вот он стоит, красавец. Что я хотел показать? В общем, смотри, как я навык буду разделять. Вот у меня 24,5 осталось, короче, 6 целых, получается. Вот из них можно 3 зарей, допустим, сделать. И все, и выходить. Потому что усталость будет. Уже никакого бонуса нет. Потому что два раза попал, походу. Пока там еще болтовые эти патроны докидывал. Три единицы делаем и можно выходить смело. Я не понял, что там произошло. Почему-то он живой до сих пор. Может быть, этот дикий стрельнул все-таки по кому-то. Но я тогда, наверное, буду придерживаться своего плана. Сейчас походу. На двух территорий. Блин, у меня 44 килограмма веса. Ну, у меня выход зато там будет в стороне 16 ЗБ, да? Так точно. На той стороне выходы, так что это хорошо, я считаю. Давай, в общем, под гридой здесь пройдемся. Посмотрим, что из этого получится. И засядем там на переходе, где бетонный забор. Где выход у дикого восточные скалы. Вот оттуда попялимся. Весим много. Топаем громко, бегаем медленно. Лут собрали лютые, а надевать нельзя. Можно было бы, кстати, свою болтовку выкинуть в куст. Да? А я магазины запасные не взял. Ладно, сейчас разберемся. Так, по диким я смотрю, тишина, да? Вроде как. Можно было бы, кстати, МЧС еще глянуть. Так, ладно. Давай сначала посмотрим поляну за 16-й ЗБХ. И мы как раз там увидим, работает ли ЗБ-16 или нет. Чтобы ориентироваться на нее как на выход в случае чего, да? Видел? Прямо на скале сидит снайпер. Елки-палки. Мне же не показалось. Прямо на скале я, по-моему, снайпера видел. Блин, и солнце прямо в глаз. Укрытие никакого нафиг. Там прямо отчетливо такой силуэт был, по-моему. Вон он. Вон он сидит. Ну, поворачивайся сюда. Отлично. Как он меня не убил, офигеть. Вот примерно так же я и выглядела в прошлой катке. Там такая себе скала. Обзор хороший. Ну и ты как на ладони. Так, а он куда вниз шабаркнулся? А вон он. Как хорошо, что я обернулся, посмотрел. Елки-палки. Это дикий? Это не он. Или он? Нет, он. 52-й уровень? Я не понимаю, что он делал, конечно. Ну, ладно. Ок. Так, хорошо. А второй в паке есть, чувак. Офигеть. Вот это Тарков, конечно. Как на ухо шепнул, да? Чтобы я обернулся. А он, по-моему, меня так и не увидел. Хотя он, по-моему, прям в наклоне в мою сторону смотрел. Вот его я выстрелы слышал. Судя по всему. Вон упавший самолет. Если не понимаете, где я. А вот это вот... Мастность. Это рубеж, в общем. Между старой и новой территорией. Раньше тут все бетонным забором было обнесено до скал вплоть. И бегать можно было только вот по этой стороне. Вот здесь должны на поляне дикие двигаться. На той поляне. А вон он, по-моему, дымит за бэда. Кусок дыма, да, зеленого вроде как. Похоже на то. Так, что у нас там, получается, по умениям? 24. И 8. Блин, маловато. А он устал уже? Нет, пока не устал. Можно еще попадание другое сделать, да? Но, как назло, нет ни одного дикого. Предлагаю тогда МЧС глянуть. Растут тишина. Странно. Хоть один, да, должен был быть тут. Нет, 16-й не работает. Нет дыма. Опознался. Значит, выход на ВСРФ у меня должен быть. На мосту уехали уже, ребята. ВСРФ, если дым есть, можем попробовать выйти. Ну, либо не париться, можно и в сторону, в той, на южный пост пойти. Там, возможно, даже побезопаснее будет, чем на ВСРФ выходить. Сейчас поглядим, что тут у нас будет. Тем более, что пока оптика у меня хорошая, и пока погода позволяет с такой дистанцией пострелить. Так, так, так. Очень даже красиво. ВСРФ работает. Вот теперь я отчетливо вижу дым. Да я вижу диких, не вижу. Вижу дикого. Чик прошел, сейчас пойдет. Пошел, пошел. Это че вы, челоботы, походу. Попал, не попал, не понятно. О, это лес, детка. Тут каждый второй снайпер. Двух чувака встретил, тут оба снайпера. А, вон, она крутится на моседке. Бам. Попал, не попал. Тек. Двадцать пять. Попал, судя по всему. Ну, непонятно, я первого застрелил или нет, потому что я большое прям упреждение взял. Я боюсь, что не убил его. Что-то такое ощущение есть, недостреленного типа. Вот, если бы я его убил. Можно было бы вернуться на ту сторону. Посмотреть. Да, да, нет, нет. Да и в сторону выхода спокойно пойти, да? Однако, пока усталости нет, прокачки умения. Там усталость в виде штрафа, короче. Пока его нет, можно еще разок другой шмальнуть. По-диким попробовать. Вижу наверху на контейнерах. Есть кабанчик. Так. Двадцать пять и четыре. И до сих пор нет штрафа, смотри, как хорошо. Ну, двоих видел, двоих застрелил, получается. Так. Ладно, пойдем туда, глянем здесь сейчас на стороне старого депо. У меня и выход, а, нет, даже диких выход, получается, старое депо. На южный пост пойдем. Если будет варик какое-нибудь укрытие, какое-нибудь укрытие буду продерживаться, чтобы в случае чего можно было сгинуть. с глаз долой. Ну, там они на поляне могут тусоваться, туда-сюда бегать. Че-то не видать. Понятно. Душа широкая. Не пролазит. Чевыка. Я не видно. Ну, ладно, бог с ним. Мы тогда на следующий ряд сейчас выйдем, да и настреляем оставшиеся. Че-то там осталось. Меньше пяти единиц. Это за один рейд спокойно сделать. Наконец-то с этой частью Тарковского стрелка я планирую сегодня покончить. Там будут уже попроще задания. Чуть-чуть до этого егеря, да? Подкачнем хоть лояльности. Ой, тайник. Лидекс, лидекс. Спасибо. Вон аппетит, ё-моё. Сейчас пойдем домой. Вот он, южный выход. Вот тут мы и выходим. Зашибись. Ну вот, чуть больше 20 минут в рейде. И, кстати, два чувака у меня идут в каратель. Один из них больше 100 метров. Значит, мы еще и механику, стрелок от бога, 100 метровочку. Бам, закинули. Давай посмотрим, что там с Орсисом. Попробуем в убежище глянуть, можно ли его докидывать, как обычную болтовку, как ту же Мосинку, допустим, да? Без покупки дополнительного магазина. Нет, он достает, смотри, магазин. Открывает затвор. Складывает патрон. Закрывает. Бам, выстрел. И опять достает, по одному патрону докидывает. Нет, не пойдет нам такое. 4,5 единицы осталось мне докачать. Это вполне выполнимая задача за один рейд. Значит, идем еще раз в лесок. И точно так же. Просто ищем диких. Если есть возможность, стреляем им по конечности, чтобы как можно больше попаданий просто-напросто делать. Таким образом качается навык владения снайперскими. Значит так. Появился как-то дисохотерый в лесу. Недалеко от минного поля. Примерно на выходе на окраины. Стоит и думает, куда побежать? Надо же диких стрелять, получается. Давай тогда, говорит, попробуем через правую, что ли, сторону. Посмотрим малую временку. Посмотрим дом диких. Добавляем стрелять все, что шевелится. То, что не шевелится, будем шевелить и стрелять. Главное, чтобы по мне не начали стрелять. Иначе будет беде. Выглядит дружелюбно, ё-моё. Так, перед нами дом диких. Вполне вероятно, могут быть спауны. Погода нелетная, конечно, но ничего. Мне достаточно дистанции, видимости. Все нормально, диких не вижу. Подождать, может, какое-то время? Или на временку пока сгонять? Давай, наверное, на временку пока сгоняю. Как раз там дикие подспавнятся. Там оттуда с лесочком мы домик глянем. Они тут подспавнятся. Сейчас будет фриз, в общем, наблюдаем. Как только... Вот, все. 3%, 5%. Что такое? Скорее всего, дикие подъехали, в общем, сейчас. Чик. И тишина. Ну, значит, лута наберем сейчас. Вкуснявого. Надеюсь. Блин, мне так-то тянуть не особо вариант. Я же в вечер вышел. Еще и учитывая, что пасмурная погода быстро стемнеет. Мне как потом в оптику пялиться. Тут мне вот талия выходит. ПП, СП-7. И то пальто. О, я хавчик вынес забыл. Похавать опять. Дикий. Они быстро так останавливаются. А это штурман. Не понял. Только что же здесь был. Ого. Ого. Можно я как-нибудь удалюсь? Голова, два уха. Забыл зарядиться. Где теперь этот черт? Куда-то сюда бежал. Карта очень активная, кстати говоря. Куда дикий еще? Бежал, бежал и бжух. Ох, нет. Интересно, девки пляшут. Блин, ничего себе тут снайперов. Бляха, рука. Все, всю хату спалил мне. Блин. Надо потеряться чуть-чуть из виду. Ну, этот дом, короче, заспавнился, пока я туда-сюда крутился. Не докинул патронов в болтовку. Потерял драгоценное время, получается. Ладно. Все, я его теперь никогда не найду в жизни. Это дикий так исполняет, что ли? Поддачу не завезли дикарям? Прям возле уха стреляет. Ё-моё, что такой сложный рейд-то попался. Это потому, что я тайник не залутал. Инфа сотка. Все, спасибо, Тарков. Я тебя понимаю. Тарков меня просто выдавил к этому тайнику. Ну, что, по той стороне уже не вариант идти, я так считаю. Потому, что там штурман. Он мне пока не нужен. Насколько я помню. Пусть он спокойно, мырно там занимается своими грязными делишками. Он там и диких всех почекрыжит, и ЧВК подкосит всех. Но вон там стреляла болтовка где-то. М700 такая же, как у меня, только не глушенная вроде как. ТСВД лупит. Все, я увидел дикого. А сейчас мы начнем по нему работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА